Место рождения – город Лобня. Год рождения – 1983. Прописка – Букинское шоссе. Рост – два этажа. Вес – очень весомый для жителей третьего микрорайона. Свидетельство о рождении именинника, а точнее детского сада «Ручеек» изучила моя коллега Елена Козлова. Слышите? Он родился в наш детский сад. Был октябрь 1983 года. Дальше было все как положено. Малышу повесили бирочку с номером 4 и назвали красивым именем «Ручеек». «Лет, лет, 30 лет назад появился новый детский сад. Маленькие дети в сад пришли, нежность и заботу в нем нашли. Топ-топ, топ-топ-топ». Очень нелегкие первые деньки. Впрочем, детство «Ручейка» не было таким уж сложным, вспоминает воспитатель с 30-летним стажем Юлия Баринова. «Мы относились к сельхозтехнике, они нас как бы спонсировали, и были офицеры, которые приходили и помогали нам, убирали территорию, сажали, и кусты сажали, и цветы помогали. Так что, в принципе, нам жаловаться не на что. Не уставали, молодые были». «Неугомонные». Но, пожалуй, самой неугомонной была первая директор детского садика Екатерина Дерюгина. В 1992 году из ведомственного «Ручеек» становится муниципальным учреждением дошкольного образования, учив статус Центра развития ребенка. Детский садик первой категории. Сильный сплоченный коллектив, сложная, интересная учебно-воспитательная программа. «Ручеек» славится своими методическими и логопедическими занятиями. Ведется большая коррекционная работа с детьми с нарушением зрения. Нет городских мероприятий в рамках дошкольного образования, в которых бы «Ручеек» не принял участие. Парад юноармейцев, смотр «Агитбригад по правилам дорожного движения», конкурсы чтецов и певцов, фестиваль хоров. Ежегодно «Ручеек» принимает участие в смотре конкурса «Наш садовский дворик». Болеет за своих спортсменов на городских спартакиадах. На базе детского садика проходят городские методические объединения. С момента открытия школы номер 9 «Ручеек» дружит с соседом. Ребята ходят в школу на экскурсию, принимают участие в линейках, посвященных Дню Знания. Детский сад у нас хорош, лучше сада не найдешь, обойди хоть весь район. Все же лучшим будет он. Воспитатели у нас выше категории, сочетают практику с умной теорией. Учат нас читать, писать, песни петь и рисовать. Учат взрослых уважать, малышей не обижать. Учат спорить и решать, соглашаться возражать. Протяну свои ладошки, поделюсь своим теплом, пусть и вам теплее станет в нашем доме дорогой. Кроме того, детский сад не боится экспериментировать. Именно «Ручеек» в 2012 году первым подвергся реконструкции, в результате которой подрос сразу на две группы с просторными спальнями и современными красочными игровыми зонами. Следом за этим новый вид обрел и предсадовский участок. Появились новые детские площадки с красочными малыми формами и просторными верандами. Нововведением для лобнинских детских садов стала и открытая спортивная площадка с искусственным покрытием. В помещении также открылся новый спортивный зал. Так что же такое детский сад? Может, надежные непродуваемые стены или коллектив добрых сердечных людей, которые несут тепло и уют детям? А может, это сами дети веселые и любознательные? Или это набор методических кабинетов и меню с тщательно просчитанными калориями? Об этом лучше спросить у заведующей детским садом Елены Исаевой. За 20 лет, которые Елена Александровна возглавляет ручеек, она точно смогла ответить на этот вопрос. Детский сад – это милые, добрые, умные, веселые, шумные, замечательные дети. Все, что мы делаем в нашем детском саду, мы делаем ради них. Детский сад – это родители. Они главные помощники в нашей работе. Мы за это очень благодарны. Детский сад – это сотрудники. Самые трудолюбивые, творческие, всеумеющие, любящие детей люди. Детский сад – это семья. И как в любой дружной семье у нас есть свои традиции. Детский сад – это уникальная система, которая обеспечивает уход, присмотр, питание, воспитание и оздоровление. Ни одна система не выполняет, только функции одновременно. Детский сад – это живой организм, который дышит, чувствует, радуется, огорчается. У него есть свое имя – ручеек. Это добрая капелька, символ нашей работы. Мы стараемся проникнуть в каждое сердце, поселить в нем радость, любовь, доброту. Какой бы за окном ни был век и какие бы высокие технологии не завоевывали мир, главным, чем должен обладать воспитатель – это любить детей. Вот почему собеседование с новыми сотрудниками Елена Исаева неизменно начинает не с изучения его дипломов, а с вопроса – почему вы пришли к нам работать? Хочу работать с детьми, нравится, люблю детей. Ну, наверное, когда я услышу этот ответ, что они любят детей, значит, думаю, с таким человеком можно работать. Сколько надо ласки и заботы, всех одеть и каждого обнять. Благодарная и трудная работа ежедневно маму заменять. Взять их росками, вырастить, как сад, нет счастья выше и трудней от века. Но только тот, кто сам душой богат, даст миру не жильца, а человека. Вот уже 30 лет к ряду над этой сложной задачей трудятся Галина Сазонова, Валентина Остапенко, Юлия Баринова, Ирина Гирчева, Наталья Якушина, Людмила Минаева. Всемам, а также заведующей методической работой Ольге Блохиной, за преданную любовь к детям и большой вклад в воспитание подрастающего поколения было присвоено звание «Почетный работник образования города Лобня». Ирина Гирчева в ручеек пришла вместе со своей дочкой. Ребенок вырос, и я думаю, ну, может быть, уйти. Не могла. Прикипела я сюда к детям. Мне, вы знаете, если я долго не работаю, они мне даже снятся. И коллектив привыкли мы к коллективу. Уже друг друга все знаем. Мы можем, мы как в семью приходим, можем поделиться. Мы рядом вот работаем, поэтому всегда обсуждаем все вместе. Идешь, хочется уже после отпуска быстрее встретиться и о чем-то рассказать друг другу. Поэтому это уже наша семья. Я люблю свою работу. Вставать, заботиться, переживать. Я не знаю, ну, как бы за каждого ребенка, чтобы его научить. Потому что сейчас в последнее время детки приходят очень-очень проблемные. И надо из таких проблемных сделать хороших детей, которые бы с удовольствием пошли и учились хорошо в школе. Большая часть коллектива была награждена в этот день почетными грамотами главы города, Совета депутатов и Управления образования. Однако этим подарки не ограничились. Ну, первый подарок. Сегодня я подписал приказ. Подведены итоги в городе, значит, вот по конкурсу «Лучший детсадовский дворик». Первое место занял «Ручеек». По программе развития образования города Лопни на текущий год вам выделено 50 тысяч рублей на развитие материально-технической базы и приобретение оборудования. Ну, второе. Я знаю, тут по секрету ваши сокровенные мысли по приобретению нового пианино. Представляете счет, он будет оплачен, пианино будет вашим. Ну, и последний сладкий подарок. Я даю разрешение рассмотреть вопрос о премировании сотрудников детского сада в разумных пределах. И тут же нашлись предприимчивые люди, которые предложили с пользой потратить премиальные деньги. Модельное агентство «Шиворот на выворот» предложило сразу две модели. Мы рады вам представить первый комплект, который специально выполнен для воспитателей, ясельных и младших групп. Пасон юбки может легко превратиться в пеленку, что очень важно в это время. К платью прилагается очень модный пояс, на котором находится карман кенгуру, куда легко можно посадить ребенка. Также модным аксессуаром дополнения к платью является сумочка, из которой легко достается развивающаяся книжка, погремушка. Ну и соски, которые постоянно теряются, а без мамы очень плохо, всегда можно найти на поясе у воспитателя. Следующая модель нашего модельного агентства – это платье-комплект для воспитателей средней группы. Платье дополнено специальными карманами-сборниками. Первый карман для сбора денег на театр, для родительской оплаты, и самый важный карман – карман для потерянных вещей, потому что потерянных вещей очень много, дети частенько не признаются, чьи это вещи, и только родители могут их опознать. Так как у воспитателя руки всегда заняты, поэтому родители сами самостоятельно могут воспользоваться любыми карманами. В этот день в честь праздника нам все товары были стопроцентные скидки, и они стопроцентно понравились гостям. А юбилярам, согласно их названию, «Ручеек» желали неиссякаемого источника вдохновения и всегда звонких детских голосов. Елена Козлова, Алексей Орлов, Александр Михайлов для программы «Акцент». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова